Добрый вечер, коллеги! Давайте перед началом проверим звук. Напишите, пожалуйста, в чат, хорошо ли меня слышно, хорошо ли меня видно. Поставьте плюсики и будем начинать. Ну, как всегда, самое важное – это звук, чтобы он был хороший и у всех, все меня, соответственно, хорошо слышали. Отлично, да, вижу, что плюсики пошли. Рад всех приветствовать, как всегда, на нашем вебинаре, который проходит каждый понедельник в 19.30 по Москве, где мы анализируем рынок, я отвечаю на ваши вопросы и смотрим, какие есть интересные ситуации на текущий момент на финансовых рынках. Понедельник, 28 августа, завершение лета у нас не за горами, то есть это означает, что для торговли наступит более активный сезон, как всегда, лето – это небольшое затишье на финансовых рынках. И, собственно, сейчас посмотрим, на какой ноте у нас заканчивается лето, и в следующий раз мы с вами уже встретимся на нашем еженедельном вебинаре в сентябре. Как всегда, перед началом вебинара предупреждение о рисках. Важно всегда помнить, что торговля на финансовых рынках сопряжена с рисками, особенно работать с кредитным плечом, поэтому прежде чем переходить на торговлю на реальном счету, важно разобраться со всеми рисками, которые могут быть, и их изучить и понять. Также все, что мы разбираем на этих вебинарах и на всех остальных вебинарах, которые проводит компания Admiral Markets, это не может являться прямой рекомендацией к действию. Я делюсь с вами своим опытом, своими наработками, и важно также об этом помнить. Как всегда, по традиции, коллеги, сориентируйте меня, пожалуйста, кто у нас сегодня присутствует впервые. Обозначьте себя, написав цифру 1 в чат. В правом нижнем углу вы видите надпись «Введите сообщение». Вот именно туда вы можете написать цифру, к примеру, 1, если вы присутствуете впервые на этом вебинаре. И я, соответственно, пойму, какое у нас количество участников сегодня присутствует впервые. Да, пожалуйста, дайте о себе знать. И да, пока вы пишете, вот вижу вопрос, появился вопрос по методике price action. Фигуры разворота, пин-бара, инсайд-бара. Действительно, метод анализа price action очень многогранен. Есть различные подходы к его использованию, но я просто поясню, какое понятие я вкладываю в price action. То есть, возможно, есть какое-то более удачное определение тому методу, который я использую. Но основной момент – это понимание того, как ведет себя цена. Фактически, пин-бары, все разворотные фигуры, которые появляются – это некая трансформация того, то есть визуализация того, как ведет себя рынок. На этих вебинарах мы больше акцентируем внимание на тех вещах, которые не привязываются к какому-то определению, к каким-то свечным моделям. А важно разобраться, как ведет себя рынок и что за этим стоит, как ведут себя участники. Это все фактически отражается на цене. Мы, безусловно, делаем остановки на тех же пин-барах. Возможно, их так не называем, но тем не менее, когда мы смотрим тот же часовой таймфрейм, тот же дневной таймфрейм, все эти элементы также присутствуют, особенно когда мы отслеживаем, например, пробой того же дня. Хорошо, мы к этому вопросу тогда вернемся. Я чуть более подробно на нем акцентирую внимание, уже когда мы перейдем к метатрейдеру, когда будем рассматривать рынок. И представлюсь для тех, с кем мы не успели познакомиться. Меня зовут Исаков Роман, я являюсь оригинальным менеджером компании Admiral Markets. Admiral Markets работаю уже более пяти лет, а мой опыт трейдинга составляет уже, наверное, цифру 8. Я, кстати, давно не считал, когда же именно это происходит, но периодически нужно проверить, когда я все-таки совершил свою первую сделку. И я думаю, что уже прошло как раз порядка более восьми лет. И, соответственно, я на этих вебинарах делюсь своим опытом, своими наработками, отвечаю на ваши вопросы, которые я получаю на почту. Как раз сегодня мы с них и начнем. Да, Михаил, попробуем в конце вебинара оставить время для того, чтобы это посмотреть. Очень хороший вопрос. Поэтому, в принципе, по всем продуктам компании Admiral Markets, которые появляются, и у вас возникают вопросы, вы также можете писать мне, но лучше это делать заранее. И я буду также отвечать на наши вебинары. То есть, фактически, у нас этот вебинар как дополнительная информация для вас, как для трейдеров. Во-первых, посмотреть, что интересного есть на рынке на текущий момент. И рассказать о новых дополнительных функциях, которые внедряют, в том числе, компании Admiral Markets. И обо всем этом мы поговорим на вебинаре. Хорошо, коллеги, я давно не задавал вопрос для тех, кто присутствует. Давайте... Вот вижу, что звук прерывается. Я думаю, что, коллеги, как у остальных? Давайте проверим. Все, ок. Борис, у нас Борис, главный индикатор, Борис отвечает за звук. То есть, если Борис пишет, что все хорошо, значит, я думаю, что все должно быть слышно хорошо. Возможно, из-за интернет-соединения несколько не хватает, но это уже другой вопрос. Хорошо, коллеги, давайте начнем с того, как раз то, что я начал. Я вижу, что у нас присутствует достаточно большое количество участников, кто, в том числе, работает с Admiral Markets, работает с Admiral Markets давно. Давайте просто просигнализируйте, те, кто торгует уже с Admiral Markets, поставьте цифру 2, например, имеется в виду, что у вас уже есть реальный счет в Admiral Markets. И те, кто, возможно, работает с другими брокерами или выбирает для себя компанию на текущий момент, поставьте цифру 1. Мне интересно, какое у нас сейчас соотношение, потому что... Пока 2, 2, пошли единицы. Отлично. Я перед вебинаром последние несколько месяцев стал вводить небольшую информацию о компании, потому что считаю, что это также важно, потому что один из рисков, как раз тот слайд, который мы видели, предупреждение о рисках, и в том числе к рисковой составляющей попадает и такой вопрос, как выбор партнера, через который вы будете работать. Почему важно? Я рассказываю о тех критериях, которые действительно важны для трейдера. Вы можете со мной не согласиться, можете не согласиться, можете написать какие-то ваши комментарии, дополнения. Я думаю, что это тоже будет интересно. Но всегда важно при выборе компании обращать внимание на ее лицензию, на ее регулирование. Есть большое количество компаний, и периодически мы также получаем вопросы наших клиентов, чем отличаются лицензии, что за что отвечают. Лицензии действительно бывает очень много, и есть компании, которые лицензированы, но важно, чтобы эта лицензия имела определенную гарантию для вас, как для трейдера. То есть наличие самой лицензии еще не показатель того, что она на что-то будет влиять. Для сравнения, к примеру, лицензия компании Admiral Markets, это лицензия в Великобритании, FCA. Все это регулятор, который является, наверное, одним из самых жестких для компаний на территории Европы, в том числе для стран России, Украины, СНГ, дает возможность также открывать там счета, ну и, безусловно, европейские страны. Так вот, та лицензия, под которую работает брокер, должна, в первую очередь, давать гарантии для трейдера. То есть основной вопрос, который появлялся последние несколько лет, я думаю, что многие из вас, по крайней мере, слышали, надеюсь, что сами с этим не сталкивались, но ряд компаний последние несколько лет объявлялся в банкротстве и не выплачивал средства клиентам. Такое бывало, да, и, опять же, компания в рамках законодательства, под которым работает, она, ну, собственно, может этого не делать, если это не предусмотрено ее лицензией. В сравнении, к примеру, с Адмирал Маркес, ну, я буду приводить примеры с Адмирал Маркес, безусловно, если с компанией что-то случится, если компания не сможет отвечать по своим обязательствам, то уже из специального фонда, вы можете также перейти по ссылке, у нас в разделе «О компании», есть вся эта информация, из специального фонда будет каждому трейдеру выплачена сумма до 50 тысяч фунтов стерлингов. То есть, если ваш счет не превышает данную сумму, то она будет вам выплачена полностью, в том случае, если компания не сможет отвечать по своим обязательствам. Ваши средства, вы можете быть уверены, что ваши средства не застрахованы. И здесь, независимо от того, в какой стране вы живете, то есть, очень часто появляется такой вопрос, вот, если я резидент России, да, Украины, что я поеду в Великобританию, да, за своими деньгами. Вопрос очень логичный, но здесь процедура, она несколько иная. То есть, уже вам не нужно будет самостоятельно фактически обращаться. Здесь уже назначается управляющий, который занимается этим вопросом компании. То есть, как правило, это происходит там в течение 3-4 месяцев, ну, по крайней мере, по тем компаниям, у которых эта процедура была несколько лет назад. Всем, да, клиентам по тем банковским счетам, которые, от которых мы средства, ну, например, компания средства получала, туда же они и отправляются. Поэтому и требуется процедура верификации, то есть, ваши документы, подтверждение адреса, чтобы в случае необходимости мы всегда могли с вами связаться, да, если такая ситуация возникнет. То есть, это тоже один из, как раз, показателей. То есть, когда вы открываете счет, переводите средства, документов никаких не предоставляете. Это, опять же, один из сигналов того, что регулятор, да, может до конца не контролировать деятельность компании. Третий пункт, да, который вы сейчас видите перед собой на слайде, это платформа MetaTrader 4 Supreme Edition. Это дополнительные функции, стандарты MetaTrader, которых мы также оповещаем в наших еженедельных рассылках. То есть, те стандартные функции, которых нет в MetaTrader, но с помощью команды программистов мы смогли их внедрить и предлагаем для наших клиентов. Настройки защиты от волатильности. Это очень интересный инструмент, особенно если вы торгуете активно, внутри дня, особенно если на новостях. Данные настройки защиты от волатильности помогают минимизировать риск проскальзывания. То есть, его невозможно свести к минимуму, полностью, чтобы проскальзывание его, потому что все равно это рынок. Но дополнительные функции позволяют, по крайней мере, его минимизировать. Вот у нас по всем счетам, в том числе это можно протестировать и на демо-счетах, данный функционал доступен. Сейчас я прикладываю ссылку в чат на наш YouTube-канал. Там есть, вы можете набрать защиту от волатильности, и там будет видео, буквально 10 минут, в котором более подробно о каждом инструменте вы можете посмотреть. Ну и пункт номер 5, это, безусловно, рост компании в мировых рейтингах. И на конец 2016 года компания Admiral Markets по мировому рейтингу была признана 15-й компанией по объемам, что является довольно-таки большим достижением. Поэтому на многие вещи нужно обращать внимание. Ну и, безусловно, компания Admiral Markets работает с 2001 года, уже более 16 лет. И это также определенный показатель доверия к нам и наших клиентов. Хорошо, я вот вижу вопрос от Анатолия. Ну, к сожалению, да, появляются не совсем добросовестные компании. И здесь крайне пристально нужно обращаться, соответственно, к выбору брокера. Особенно очень часто появляются ситуации, когда получаешь звонок, то есть тебе называют название какой-то компании, ты регистрировался, не регистрировался, не знаешь, но я думаю, что все с этим сталкивались. И заходишь на сайт, начинаешь проверять, есть ли у компании лицензия, где она работает. Бывает так, что, да, мы сидим, я не знаю, в Лондоне, а лицензий никаких нет, но мы сидим в Лондоне. То есть то, что офис компании находится в Лондоне, это не может являться показателем ее надежности. То есть она должна иметь регистрацию и действительно иметь лицензию в Великобритании. Тогда это будет иметь вес. Да, вот Светлана пишет, что Виталий Сергеенко, один из наших партнеров, анализирует все плюсы вашей компании. Да, с Виталием мы сотрудничаем довольно-таки давно, и я думаю, что он о всех положительных вещах нашей компании уже в том числе знает. Хорошо, коллеги, тогда предлагаю перейти уже непосредственно к разбору рынка. Я напоминаю, что также на нашем YouTube-канале каждый день, каждое утро добавляется ежедневный обзор, и на нем я как раз рассказываю о тех основных вещах, которые поменялись за предыдущий день, на что важно обратить внимание. Если какой-то информации вам кажется, что недостаточно, возможно формат не слишком удобен, я призываю всех писать, то есть ваши замечания, ваши пожелания. Это всегда помогает двигаться к улучшению, потому что я могу прекрасно понимать, что с моей позиции, когда я рассказываю за 6 минут про 8 инструментов, мне кажется, что все понятно. Есть уровни, на которые обратить внимание, есть ситуации, основной сценарий, есть альтернативный. Но я, к сожалению, не всегда могу понять, насколько для вас эта информация полезна. Поэтому буду признателен вашим комментариям к видео, вашим письмам на почту. То есть любой обратной связи, которую вы сможете предоставить, она для меня будет очень ценна. И буду всем за это благодарен. Хорошо, тогда давайте сейчас перейдем уже непосредственно к вопросу. Здесь был прислан относительно пары, американский доллар, японская иена. Вот сейчас перед вами должен быть график. Я взял скриншот, как его получил, чтобы все видели, как не я разбираю рынок, а другие участники их также присылают. Здесь основной вопрос был в том, что, во-первых, это дневной таймфрейм данного зеландец, японская иена. Я напомню, что всегда важно при торговле. Это определить тренд, куда движется направление. И самое интересное, это присоединиться уже непосредственно в тот момент, когда тенденция начинает двигаться, начиная с более крупного, потом переходя уже на более мелкий таймфрейм, он начинает двигаться в сторону основного тренда. То есть такие ситуации, которые мы могли видеть, к примеру, вот в этой, вот в этой точке, мы сначала снижались, это была коррекция, как мы видим в последней тенденции сейчас. И наиболее интересно уже по завершению данной коррекции присоединиться в сторону основного тренда. То есть цель по движению здесь довольно-таки была ясна, куда пара может прийти. И вблизи этого уровня мы могли также ожидать коррекции. Вот сейчас то движение, которое у нас идет по данной паре в рамках дневного таймфрейма является коррекционным. Давайте посмотрим дальше, 4-часовой таймфрейм. То есть мы переходим от большего к меньшему. Сначала мы посмотрели, какой основной тренд у нас идет на старшем таймфрейме, а затем уже начинаем нашу точку входа уточнять. Потому что установить стоп-лосс, определить тейк-профит всегда также очень важно, и эти две составляющие должны быть. Далее в рамках 4-часового таймфрейма мы также видим, что тенденция идет нисходящая. Соответственно, основной интерес опять же дождаться той ситуации, когда тренд начнет уже меняться в сторону основного, когда завершится вот эта коррекция, для того, чтобы присоединиться на покупку. То есть здесь мы видим, что эта коррекция была начиная с июня, с конца июня до фактически конца августа. То есть коррекция была на протяжении всего августа. То есть месяц, вот та последняя коррекция, которая у нас была. И то движение целевое, которое у нас может сформироваться уже далее, оно вполне вероятно, что продлится примерно такой же промежуток времени. То есть если мы входим здесь, да, с целями, вот там, где у меня обозначена красная линия, то вполне ожидаемо, что данная сделка может у нас длиться месяц. Это вот как раз к вопросу о том, что нужно уделять большое количество времени. На мой взгляд, 15 минут, ну, час максимум. То есть есть такие стратегии, и вот, ну, собственно, то, что мы разбираем на этом вебинаре, вполне достаточно для того, чтобы просмотреть, там, 15, 20, 30 валютных пар, ну, помимо валютных пар и другие активы, и принять решение. То есть нет необходимости постоянно смотреть новости, смотреть РБК, там, читать горы аналитики. Это, на мой взгляд, не нужно, и в большинстве случаев это будет только отвлекать. Но, безусловно, когда вы для себя выработали этот подход, да, то есть он для вас приемлем, он для вас адекватен, то тогда его имеется в виду использовать. Пока вы совсем не разобрались, то это все равно будет не совсем правильно. Ну, и, собственно, что мы видим уже дальше на часе, да, вот, возвращаясь, опять же, к пин-барам, да, вот, смотрите, Новозеландец, Японская иена. У нас день, фактически, да, вот, я получил этот вопрос на прошлой неделе, ответил, безусловно, тому участнику, кто прислал вопрос, потому что он был, ну, по текущей ситуации, да, то есть он был здесь и сейчас, и оставил его также на разбор уже в рамках нашего вебинара. Да, в рамках вебинара. И, соответственно, вот, возвращаясь, опять же, к тем пин-барам, да, которые у нас есть, да, вот мы видим день. Одним из ключевых, как раз, моментов отслеживания, да, которые мы смотрим, это то, как у нас закрывается торговый день, и есть ли пробитие, да, этого дня. К примеру, такая ситуация, когда, вот, собственно, вот этот вопрос был прислан мне в тот момент, когда 25 августа, да, это было 25 августа, цена уже пробила, вот, максимальное значение дня, который был предыдущий. Если мы откроем ту же самую ситуацию на дневном таймфрейме, то мы фактически увидим, что цена доходила до каких-то минимальных значений, а затем к концу торговой сессии уже вернулась, да, вот сейчас мы найдем эту ситуацию на дневном таймфрейме, перейдем к метатрейдеру и посмотрим ее более детально. Ну, вот как раз, вот такая ситуация, когда уже покупатели, да, вновь перехватывают инициативу, то есть продавцы уже не столь сильны, и когда мы видим, что следующая торговая сессия уже закрывается, к примеру, выше предыдущей, то есть день торгуется выше, то это как раз один из тех признаков, которые могут послужить ситуацией для начала разворота. То есть вот с этих уровней уже может пойти, собственно, тенденция на изменения и следующий импульс на покупку. То есть, безусловно, здесь мы не можем говорить, что цена дойдет там за один день до тех уровней максимальных, которых мы были, но вот именно с этих значений разворот и может начаться, а это, безусловно, всегда является наиболее интересным. Давайте сейчас перейдем в метатрейдер, найдем эту пару и как раз по ней посмотрим. Сейчас я сделаю демонстрацию экрана, включу метатрейдер. Коллеги, поставьте, пожалуйста, плюс, если он у вас появился. Просигнализируйте, пожалуйста, в чат. Да, все, отлично, вижу. То есть вот та ситуация, к которой мы подошли. Если мы посмотрим день, найдем это же 25-е число, уже в рамках дня, сделаем чуть-чуть поближе, то вот фактически у нас вот эта свеча, которая была минимальной, то есть мы видели локальный минимум, и фактически когда у нас уже следующая свеча, мы начинаем идти вверх, то есть вот с этих уровней может пойти как раз и разворот. То есть вот, собственно, проводя аналогию уже дальше, то есть мы разбираем чуть более детально, когда смотрим часовой таймфрейм. Вот ситуация, которая была до, то есть те уровни, с которых как раз и началась коррекция. То есть вот уже после закрепления ниже, вот давайте найдем, вот у нас свеча. То есть я думаю, что все вот эту свечу знают. Сначала попытались сходить вверх, а потом закрываемся в нижней половине или в нижней третьей. То есть фактически, ну на дожи это не похоже здесь в данном случае, у дожи все-таки маленькое тело, но все равно свеча довольно-таки информативна. Почему? Потому что был обновлен локальный максимум, а закрылись в нижней своей половине. Но это еще не является сигналом на разворот. Здесь действительно должно последовать подтверждение тому, что сейчас тенденция может пойти вниз. И для того, чтобы уже разобрать вот эту ситуацию более детально, выработать, установить уже значение take profit, значение stop loss, ну самое основное это поставить stop loss, уже для этого мы как раз используем и более меньший таймфрейм, то есть в данном случае рассматриваем уже таймфрейм часовой. Соответственно, вот, та же самая ситуация, да, 27 июля, да, был вот этот максимум. Дальше что мы смотрим? Мы отмечаем минимальное значение дня, которое было. И вот обратите внимание, да, на следующий день у нас еще подтверждения пробития не было. То есть фактически цена стояла вблизи этого уровня, но его не пробивало. То есть что здесь будет для нас пробитием? Пробитием будет закрытие, по крайней мере, одной часовой свечи, да, которая на часовом таймфрейме образуется, и открытие и закрытие за уровнем. То есть у нас есть вот это ценовое значение, область 8303, и свеча должна и открыться, и закрыться за ним. Да, то есть фактически вот это подтверждение мы видим уже только на следующий день, 31 июля. И, собственно, вот отсюда у нас уже начинается следующий импульс, нисходящий, который фактически первая коррекция мы стали увидеть только после 300 пунктов. То есть вот это нисходящее движение пока не обновлялись. То есть вот каждый последующий, чтобы просто все это видели, особенно очень часто я получаю такие вопросы, что тенденции на рынке нет, то есть как можно здесь работать, ведь трендов нет. Вот я сейчас отмечаю те максимальные фактически значения, за которые цена уходила. И вот первая коррекция, которая была 11 августа, то есть вот уже на следующий день, 14 августа, то есть понедельник, 11 было пятница, мы видели закрепление выше этих уровней, и, собственно, первые попытки коррекции, то есть пошло восстановление. Но затем цена вновь вернулась к продажам, то есть тенденция нисходящая продолжит. То есть всегда важно помнить о том, что данная ситуация не может являться какой-то стопроцентной, но наиболее вероятна. Здесь, по крайней мере, начиная с той коррекции, которая была, даже если мы выходили по пробитию, цена прошла 300 пунктов. 300 пунктов примерно за 2 недели. То есть это открыл сделку и ее сопровождай. Дальше цена не смогла уйти выше максимальное значение, которое мы видели 15 августа, долго у них стояли, но затем вновь продавцы вернули себе силу. И сейчас ушли дальше вниз, то есть пробили минимальное значение, которое у нас было, во-первых, 15 августа, 16 августа, это мы видели 18 августа, полноценное пробитие закрепления. И опять же, мы пробили, но если входить на продажу, то уровень стоп-лосс находится на максимальных значениях. То есть он находится именно здесь. То есть фактически мы можем продавать, могли продать здесь или здесь, но уровень стоп-лосса стоит тут, потому что именно этот уровень будет являться сигнальным, для того, чтобы вновь думать о покупках. Но пока, опять же, мы видим постепенно нисходящие максимумы, тенденция остается на укрепление. И к чему мы подошли сейчас, то есть что мы видели в конце прошлой недели. Вот у нас было максимальное значение, это был 24 августа, то есть это был и локальный минимум, и, собственно, цены вернулись практически, ну, ушли выше открытия, то есть закрылись выше открытия. И, собственно, на следующий день мы видим уже торговлю вблизи этих уровней, и в течение дня цена пробивает. То есть вот уже отсюда мы получаем следующий сигнал о том, что тенденция может начать меняться. То есть вот отсюда потенциал, собственно, роста у нас идет порядка 450 пунктов, то есть это уже следующий заход на область 82.98. Безусловно, это один из сценариев, то есть он является приоритетным, так как основная тенденция остается на укреплении, хоть есть уровень, который пара не может преодолеть довольно-таки давно, фактически с ноября 2015 года, подходили к ним несколько раз, это уже был четвертый подход к этому уровню, и мы видим такое постепенно сужение. То есть с одной стороны у нас уровень остается, остается, а с другой стороны у нас амплитуда сужается. Так вот, сказать откуда пойдет это движение мы никогда не можем. Но вот те сигналы, которые нам могут помочь определить начало этого движения, они будут являться наиболее информативной и наиболее полезной в данном случае. Безусловно, я не скажу вам, что пробив эти уровни, то есть цена точно пойдет на 82. Нет, это абсолютно не точно. Но с этих уровней это движение может пойти. То есть, как мы видели ранее, фактически цена 2 недели не обновляла предыдущий максимум. То есть мы все как шли по нисходящей, так и идем. И да, бывают ситуации, когда цена не сразу идет. То есть была первая попытка в середине августа, сейчас идет уже вторая попытка для того, чтобы возобновить опять рост. И всегда в этом случае для трейдеров должен быть в голове альтернативный сценарий, после которого уже, опять же, не имеет смысла держать данную позицию. Пока по данному инструменту ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях, которые были 24 августа. То есть если мы, собственно, вошли на покупку, устанавливаем стоп-лот, то пока его разумно держать именно за этим уровнем. Потому что если цена пройдет дальше вниз, то тогда вновь следующий импульс нисходящий будет актуальным. Ну, примерно та же самая ситуация, что мы с вами видели по британскому фунту. Но пока каждый последующий минимум идет выше предыдущего, то тенденции сохраняются. Ну и, собственно, нам только и остается, что следовать вместе с этой тенденцией. Ну, собственно, вот по данной паре, по тому вопрос, который был, я думаю, что и подход еще раз, да, обсудили, проговорили. Поэтому сейчас, как раз по этой паре, довольно-таки интересная ситуация, я соглашусь, поэтому интересно ее и обсудить. То, что вот с этих уровней как раз вновь тенденция на укрепление новозеландца по отношению к японской иене может начаться. Ну, будем дальше смотреть, как ситуация будет развиваться. И был второй вопрос, второй вопрос, также от одного из наших постоянных слушателей. Сейчас я добавлю скриншот, да, думаю, что всем видно. Вопрос по британскому фунту, да. И он даже больше не вопрос по тому, где войти, да, ну, где есть интересная ситуация на присоединении. Я думаю, что с этим все более-менее понятно. А второй вопрос, это как довести до того, чтобы сделка была закрыта, к примеру, по тейк профиту. Вот, коллеги, периодически тоже задаю такой вопрос, вот попрошу вашего внимания, то есть, ну, замечали ли вы за собой, что из сделки выходите раньше, да, вы фиксируете какой-то небольшой плюс, а тенденция идет дальше в вашу сторону, например. Если такие ситуации были, поставьте плюсик, да, ну, просто интересно, может быть, действительно уже таких не проявляются, да, ситуации. Но вижу, что плюсики пошли, да, вот Роман тоже пишет, что да. Так, Галина пишет. На самом деле это довольно-таки, ну, распространенная ситуация, то есть, мы, в принципе, вот здесь на графике все довольно-таки очевидно, да. У нас есть вход, да, мы сейчас посмотрим в терминале, где он уже появлялся, но тут вопрос в другом, да. Есть точка входа и есть, фактически, точка выхода. А как додержать? Да, то есть, фактически здесь диапазон движения, сейчас я на минутку переключусь, посмотрю, какой там потенциал роста, да, по британцу, порядка 400 пунктов, да, вот вопрос, как додержать эти 400 пунктов. Методов и ситуаций может быть очень много, да, то есть, тот вариант, при котором вы поставили take profit, да, вот в этой области, вот в этой точке, да, и, собственно, здесь вошли, ну, немногие смогут его додержать, да, ну, это действительно так, и это вполне нормально, потому что если мы видим уже какую-то прибыль, появляются эмоции, да, нам кажется, что, ну, вот я сейчас закрою, там, по крайней мере, у меня будет, там, какая-то прибыль, а то вдруг сейчас все развернется, пойдет не в мою сторону, и я совсем ничего не получу, у меня сделка закроется по стоп-лоссу. Вот один из нескольких моментов, да, которые важны, это сопровождение сделки, то есть, смотреть, как ситуация развивается. К примеру, перемещать стоп-лосс, да, опять же, сначала за движением цены, но не нужно его перемещать там сразу же без убыток, то есть, как только цена там прошла небольшого количества пунктов в вашу сторону, иначе он будет в большинстве случаев срабатывать, и, ну, собственно, закрытие около нуля. То есть, ну, да, мы не будем ничего терять в этой сделке, но уже этого потенциала его не будет. Так вот, давайте сейчас посмотрим, перейдем в метатрейдер, найдем пару британский фунт, и, ну, собственно, вот я со своей стороны отвечу на вопрос, так, какими способами это можно делать. Поставьте, пожалуйста, еще раз плюс по поводу метатрейдера, да, что он у вас появился, вы его видите. Да, все, отлично. Начнем с британского фунта, да. Ну, во-первых, давайте поговорим о том, что у нас по нему происходит. А в пятницу, вот, ну, фактически точно такая же формация была, как и по паре, которую мы только что смотрели, по новозеландцу иена. У нас был 24 августа, это был четверг, да, это был четверг. Локальный минимум, затем цена подошла к локальным, ну, собственно, максимумам, закрылись, ну, примерно по ценам открытия. Вот давайте посмотрим на дне, да, как эта свеча выглядит. Давайте ее найдем. И, ну, вот, фактически та же самая свеча, да, тот же самый пин-бар, вот, на дневном таймфрейме. Но вообще все эти инструменты, особенно свечи, да, то есть свечный анализ, он будет более информативен именно на дневном таймфрейме. То есть, вот, на мой взгляд, это самый идеальный таймфрейм для того, чтобы находить те модели, которые действительно работают. Ну, и, собственно, вот, что мы здесь увидели. Такая свеча, да, то есть, фактически, до же, да, сходили вверх, сходили вниз и закрылись примерно по ценам открытия. Но уже вот сигнал на следующий вход, он появляется на следующий день. Давайте вернемся на часовой таймфрейм. Вот этот день, который мы сейчас смотрели в рамках, уже непосредственно в рамках часа, да, и вот уже после закрепления данного уровня мы получаем фактически сигнал на покупку, да, то есть то, что тенденция сохраняется, мы можем дальше уже покупать. Не всегда происходит коррекция, да, как один из элементов мы рассматриваем, это присоединение по рынку непосредственно с коррекцией. Но в данном случае мы видим, что цена к этому уровню пробития с обратной стороны не скорректировалась. И, возможно, какую-то идеальную цену для входа мы не получили. Но, тем не менее, тенденция на текущий момент в рамках часовой таймфрейма преобладает именно на покупку, да, на укрепление британского фунта по отношению к американскому доллару. Другой вопрос, где мы могли бы присоединиться, да, в данном случае. Опять же, по присоединению есть, большое количество способов. Это и пробоины ордера, то есть пробоины ордера buy-stop, sell-stop, но мне они не всегда нравятся, потому что появляются такие ситуации, вот, ну, как была до этого, да, вот, к примеру, с 17-го, да, августа, ну, вот одна из ситуаций, которая была, то есть вот есть максимум, и фактически мы здесь, как такового пробития не увидели, да, но если бы у нас ставил ордер buy-stop, да, на пробойный ордер, то она смогла взять в рынок, и, ну, собственно, мы бы еще 120 пунктов вниз практически ушли бы в коррекцию. Да, потом цена пошла, но, опять же, у нас не было уверенности, что она пойдет вот именно с этих уровней, потому что у нас вот эта модель, она появилась уже, ну, безусловно, чуть позже. Она могла появиться там и на 200, и на 300 пунктов ниже. Это уже большого значения не имеет, но она появилась. Так вот, фактически первые цены, которые у нас появились для входа на покупку, да, это была пятница, конец уже торговой недели, и ближайший уровень стоп-лосс, который здесь разумно было размещать, это порядка 100 пунктов, да, 100 пунктов. Уже дальше нужно соотносить, то есть если для вас этот стоп-лосс приемлем, с точки зрения потенциальной прибыли, да, то есть как мы уже смотрели по британскому фунту, там порядка 400 пунктов, то есть получаем 1 к 4, да, 1 к 4. То есть в принципе соотношение довольно-таки неплохое, и вы для себя принимаете решение, входите в эту сделку или нет, или отслеживаете уже по тем инструментам, как, например, там австралийец, новозеланец, мы тоже по ним сегодня посмотрим, ситуации, которые могут быть несколько более интересны, да, то есть соотношение риск-прибыль. Это тоже метод, да, метод отбора, того инструмента, который вы торгуете. Но мы сейчас возвращаемся к вопросу, который был, да, по сопровождению. То есть сейчас мы понимаем, что покупки по британскому фунту опять в приоритете, да, то есть в рамках часового таймфрейма мы развернулись, но и по дню, собственно, вот следующий импульс уже движения в области 1.32, опять набирает вес и становится актуальным. Ну, а после уже обновления 1.32, следующая цель, то есть те максимумы, которые у нас были в 2016 году, то есть уже уход за 1.34, за 1.35. Но все меняется, как мы знаем, постепенно. Так вот, уже дальнейшее сопровождение, да, сделки встает в вопрос. То есть сейчас, сегодня мы фактически увидели, рынок открылся с гэпом, фактически от этого уровня пробития мы прошли уже порядка 100 пунктов. Это я к чему? Можно и входить в сделку, к примеру, сейчас, да, но вот опять же, соотношение риск-прибыль, то есть если ориентироваться на дневные уровни, да, на уровне дня, то сейчас ближайший уровень 100+, это порядка 140 пунктов, то есть минимальное значение, которое было в пятницу, да, у нас зафиксировано после закрытия дня. То есть вот опять же соотношение, то есть 140 пунктов потенциальный убыток и уже получается порядка 300, да, потенциальная прибыль. То есть уже соотношение, оно становится меньше. Но в той ситуации, когда вы в сделку входите, да, всегда важно использовать как раз тот способ, при котором вы сможете максимизировать свою прибыль. Что это значит? То есть какой это один из способов? Вы поставили тейк-профит, да, и вы выбрали сделку. Соответственно, цена, вот, например, тот тейк-профит, который мы обозначили, да, область не 32-40, у нас нет 100% гарантии, что цена туда придет. Но мы можем от себя сделать все зависящее для того, чтобы максимизировать как раз нашу прибыль, да, нашу цель. Я бы разделил вот установку целей на, давайте разделим пока на два, да, на две составляющие, то есть чтобы было более понятно, на две таких части. Это краткосрочная цель и среднесрочная цель. Так, Оксана сейчас пишет, что звук пропадает. Коллеги, пожалуйста, как у остальных, если все хорошо, просто поставьте плюсик, ну, чтобы я знал, что все хорошо, периодически возникает такая ситуация. Да, все отлично, вижу, что все хорошо. Так вот, постановка целей, да. Опять же, вот та цель, которую мы поставили, да, которую мы видели на скриншоте от нашего участника, область 1.32-40, да, то есть движение порядка 400 пунктов от сигнальной точки, да, откуда уже пошел сигнал. Соответственно, туда цена может прийти не за один день, фактически последнее снижение, ну, то есть вот этот максимум, который был, у нас был в начале августа, то есть как минимум 3 недели цена туда может идти. Соответственно, дни бывают разные, то есть когда-то мы, ну, просто растем без коррекции, когда-то цена остает какой-то боковик, ну, вот как мы видели здесь, да, вот такие ситуации, которые появляются. Так вот, я бы разделил на два способа. Краткосрочный, да, а если краткосрочный, то есть у нас, к примеру, сегодняшний день, да, предположено, что он закрывается по тем же точкам, где у нас и сейчас находится. Ну, то есть он не уходит резко вниз и не уходит резко вверх. Тогда у нас появляется следующий, следующий минимальное значение, за которым мы можем уже переместить стоп-лосс, да, то есть фактически, если мы входили вот здесь, да, по данной точке, то уже, ну, предположим, что мы входили чуть выше, все-таки более реалистичную ситуацию возьмем, да, если по каким-то иным сигналам вы не вошли чуть раньше, а вот этот сигнал был для вас, ну, просто подтверждающим. Так вот, по закрытию дня, один из способов, да, мы можем переместить уже наш стоп-лосс за этот минимум. Но какой важный критерий должен быть в рамках дня? Это то, когда у нас есть следующий импульс, да, вот смотрите, что я имею в виду, к примеру, да, для продажи, то есть когда у нас есть, сейчас я покажу, да, что я имею в виду, вот смотрите, у нас для продаж, вот для этого нисходящего движения, которое у нас было, был минимум, да, вот, к примеру, он был здесь, да, минимальное значение, которое было 7 августа. Мы вошли в сделку на продажу, да, затем был следующий импульс, мы обновили минимальное значение предыдущего дня, то есть вот у нас была такая формация, была коррекция и был импульс. То есть все, ну, по классике, есть коррекция, есть импульс, мы продолжаем. А затем, вот смотрите, следующий день, да, у нас была опять коррекция, но цена вот этот минимум не обновила, то есть фактически вот это обновление и уход, да, за этот уровень мы увидели только спустя практически 4 дня, 15 августа, то есть вот мы стояли в боковике, то есть фактически вот это, вот это расстояние для нас было боковиком. Я не буду все импульсы отмечать, просто отмечу самые основные. Вот, вот эта точка, да, уже следующего импульса, то есть когда цена пошла дальше вниз, она и дает нам обозначение вот этого уровня, за который мы можем уже дальше перемещать стоп-лосс. То есть сначала он у нас был здесь, но если вы рассматриваете, опять же, цели для себя среднесрочные, то это нужно учитывать, потому что в рамках дня, то есть если вы ставили, к примеру, стоп-лосс вот за этот уровень, да, то он здесь скорее всего бы сработал, да, вот мы это можем видеть. Но в рамках более крупного таймфрейма, то есть более крупных целей, важно еще также разделять вот на эти зоны, зоны консолидации, да, можно их так назвать. И, собственно, дальше перемещать стоп-лосс, если у вас цель стоит взять как можно больше движений, соответственно, и чем сильнее этот уровень, тем будет больший эффект. Да, вот я вижу, что Оксана перезапустила, все хорошо, отлично. Так вот, у нас появляется какой момент, да, то есть мы фактически могли войти здесь, но выйти при следующем импульсе, когда у нас цена, ну, то есть если просто перемещать за каждый максимум дня, то есть сначала у нас здесь, да, потом здесь, потом здесь, потом здесь, потом перемещаем сюда, а потом сюда. И, вот, исходя из данного подхода, мы вышли бы, вот, по максимальным значениям, которые были 11 августа, ну, с примерным тейк-профитом, там, ну, условно, если мы присоединили здесь, там, порядка 130 пунктов. То есть это цель больше, ну, такой способ краткосрочный, да, локальный. Если цели стоят, там, примерно, 400 пунктов, 500 пунктов, 700 пунктов, то вот такие зоны консолидации, их тоже нужно рассматривать. То есть перемещать стоп-лосс за тот уровень, после прохождения которого был следующий импульс, да, вот как здесь. То есть фактически у нас вот эта ситуация, это как один день, да, ну, вот, 4 дня, но область консолидации. И вот только после того, как у нас был вот этот пробой, мы уже можем перемещать дальше сюда стоп-лосс. Опять цена снижается, локальный минимум, и вот, опять же, за этот стоп-лосс, ну, вот за этот максимум, мы сможем переместить наш стоп-лосс только тогда, когда цена обновит, когда будет следующий импульс. То есть мы видим, что опять цена колеблется вблизи этого уровня, да, то есть, опять же, если бы у нас был стоп-лосс по дню, да, то есть только по дню, то, соответственно, нас бы закрыло, вот, ну, примерно в этой области. Когда мы получаем уже следующий импульс, который у нас был, ну, примерно, там, 22 августа, то стоп-лосс у нас перемещается на то максимальное значение, с которого уже и пошел данный импульс. Затем дальше мы видим следующий импульс, и, собственно, вот эта ситуация, которая была, она также является значимой. значимой, то есть цена обновила локальный минимум, да, и уже эта точка для нас будет рабочей. Ну, собственно, почему мы ее и рассматривали уже потом для присоединения на покупку, то есть когда уже тенденция меняется. Так вот, резюмируя все то, что я сейчас сказал, то есть цели, они могут быть разные, и разные методы сопровождения сделок. То есть если вы перемещаете стоп-лосс за каждый минимум, ну, вот, исходя из того подхода, который мы рассматриваем за минимум каждого дня, то вероятность срабатывания его чуть раньше, до того момента, когда цена не дойдет до вашего тейк-профита, который стоит там на 4-часовом или на дневном тайм-фрейме, она будет гораздо выше. То есть это важно понимать. Поэтому локально здесь можно, ну, к примеру, закрывать часть объема. То есть когда у вас открыта сделка, например, одной десятой лота или одним лотом, то в тот момент, когда начинаем корректироваться уже вот в таких ситуациях, то есть фиксировать просто часть объема, к примеру, чтобы выйти из этой сделки. Но не бывают такие ситуации, ну, они бывают, точнее, крайне редко по паре американский доллар и японская иена, такие мы видели движения не так давно, но вот то, что цена будет идти вот без вот таких погрешностей, которые у нас появляются, такого практически не бывает. И, безусловно, на это обращать внимание. Поэтому такая универсальная модель, то есть чтобы вы могли переместить стоп-лост за уровень, то смотрите, было ли обновление локального минимума. То есть вот есть импульс, который пошла коррекция, чтобы мы смогли переместить стоп-лост за этот уровень, то цене нужно показать следующий импульс. То есть тогда мы сможем переместить, если мы видим вот такое движение, то есть цена не уходит дальше вниз, стоит, консолидируется, то стоп-лост остается за предыдущим уровнем. Тогда уже порядок он сохранится. То есть это вот такой наиболее универсальный способ, который можно использовать и применять. Потому что, как я уже говорил, недостаточно просто войти в сделку, ее еще нужно сопровождать. Хорошо, ну по паре британский фунт и американский доллар, я думаю, что мы основные тенденции разобрали. Начинаем укрепляться по данному активу. Ну и ближайший разворотный уровень на текущий момент находится на минимальном значении, которое мы видели 25 числа на прошлой неделе в пятницу. Ну а по закрытию сегодняшнего дня мы его сможем переместить уже за минимум сегодняшнего дня. Потому что у нас была коррекция, был следующий импульс, с которого было обновление предыдущего максимума, который у нас был фактически на открытии сегодняшнего дня. И мы сможем его сюда переместить. Светлана задает вопрос. Да, Светлана, запись будет завтра во второй половине дня на YouTube-канале. Еще раз продублирую YouTube-канал. Также, коллеги, кто еще не подписался, рекомендую подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео, которые добавляются. То есть на YouTube-канал все видео наши выкладываются. Пара евро-доллар. Что по ней, можно сказать, интересно? Ну, собственно, это иное ценное укрепление у нас продолжается. Уже смогли преодолеть целевую область, которая у нас находится на отметке 1.1909. И фактически сейчас мы движемся на уже 1.20. Собственно, из следующих целей, которые у нас обозначены, это область 1.21. То есть то минимальное значение, которое мы видели, ну, фактически уже в 2012 году. Да, вот так молниеносно мы прошли в конце 2014 года. И сейчас постепенно возвращаемся в эту же область. То есть когда пара сможет закрепиться уже выше этих значений, тогда, вероятно, откроются уже далее среднесрочные, долгосрочные цели на рост в область 1.38 и далее 1.40. Ну, а пока локально, в рамках тех тенденций, которые мы, собственно, видели в пятницу, точно так же, ну, здесь у нас фактически ничего не менялось. То есть у нас первые, вот как раз, изменения в сторону основного тренда, они начались несколько ранее. То есть, ну, фактически вот один из таких сигналов, которые были, это обновление максимума, которое у нас было 21 августа. Вот у нас этот день. Максимальное и минимальное значение, да, за последние несколько торговых сессий. Ну, и, собственно, вот оно подтверждение после пробития. Соответственно, можем рассматривать, могли рассматривать вход уже на коррекции, стоп за ближайший минимум. Затем дальше, вот опять же, да, вот у нас был этот импульс, и когда мы сможем переместить стоплос за этот уровень. А тогда, когда у нас, собственно, цена обновит вот то максимальное значение, с которого и пошла эта коррекция. А это было уже в прошлую пятницу. То есть, вот несколько дней торговали вблизи этого уровня, а целесообразно перемещая стоплос, вот именно когда мы видим уже следующий импульс. Ну, и, собственно, сейчас тенденция на укрепление продолжается. Ближайший разворотный уровень у нас находится пока на минимуме пятницы. По закрытию сегодняшнего дня его можно будет скорректировать уже на минимальные значения, которые были сегодня. Да, это область 1,19,16. Ну, и, собственно, следующие цели, да, на укрепление по евро также остаются актуальными. По австралийцу. По австралийцу тоже очень интересная ситуация, как раз, ну, собственно, в рамках того подхода, который мы рассматриваем, да, собственно, день, да, по дню мы ушли в коррекцию, да, один из среднесрочных уровней, который мы видели в рамках четырехчасового, да, таймфрейма, это область 1, прошу прощения, 0,77, 87, это минимальное значение, которое было 18 июля, и, собственно, туда пара корректировалась. А вот уже после тех попыток, да, восстановления, которые мы видим в рамках часового таймфрейма, мы получали сигнал вновь на присоединение на покупку. И вот один из таких сигналов, давайте вот мы еще раз это отметим, да, последнее движение, собственно, которое мы видели по этой паре, да, то есть вот максимальное значение. Ну и, собственно, вот, да, уровень пробития, который у нас был, то есть вот максимальное значение 24 августа на прошлой неделе и в пятницу также этот уровень пробития. То есть вот после этой формации мы можем уже, опять же, рассматривать ситуацию на покупку, в сторону основного тренда, ближайший уровень стоп-лосс сначала здесь, сегодня он стоит здесь, ну а по закрытию сегодняшнего дня, опять же, мы видим следующий импульс уже на укрепление, мы сможем его переместить за минимальное значение, которое вы видели за этот торговый день. То есть это мы также сможем сделать. То есть по австралийцу, да, теперь ближайшая цель, это движение в область 0,8037, то есть от текущих цен порядка 70-80 пунктов, да, по данной паре. Ну, здесь примерно схожая ситуация. Да, коллеги, если у вас какие-то вопросы появляются по какому-то инструменту, что-то нужно уточнить, пишите в чат, я буду возвращаться и на ваш вопрос также отвечать. Вот, на мой взгляд, более интересная ситуация сейчас по паре американский доллар и японская иена. Мы по всем инструментам видим снижение американского доллара, но японская иена пока еще сопротивляется, да, вот этому. То есть если канадец у нас, ну, просто, да, идет вниз, практически не было никаких коррекционных движений, ну, кроме тех, которые были в конце июля, я имею в виду вот последние несколько торговых сессий, то по паре американский доллар и японская иена мы видим следующее, да, вот опять же по формации. Во-первых, вот то движение восходящее, которое было, это движение, опять же, против движения основного. Тенденция по японской иене идет нисходящая, да, то есть теперь цель это закрепиться как раз за уровнем 108, да, и дальше уже пойти на 104, да, ну, и так далее по нисходящей. Соответственно, вот какие интересные ситуации мы видели, да, по данному инструменту. Вот, смотрите, у нас одни и несколько дней, да, вот почему важно отслеживать те уровни, с которых, да, была коррекция. Действительно, чтобы коррекция она была. Вот обратите внимание, ситуация по паре американский доллар и японская иена. У нас был импульс. То есть, опять же, мы могли рассматривать завершение нисходящей тенденции и искать примерную ситуацию на покупку. Но что могло здесь смущать, да, в первую очередь? Вот, смотрите, последний импульс, да, нисходящий, он был фактически 17 и 18 августа, да. И вот тот день, который у нас сформировался, да, он фактически не столь информативен в плане изменения тенденции, да. Вот мы видим, что цена затем этот уровень пробила, но пробитие не столь значимо, потому что вот с этого импульса, то есть вот этот уровень, он не является сильным. По той причине, причина заключается в том, что цена не уходила дальше вниз. То есть, если бы мы вот видели сначала вот такой заход, да, то есть обновили локальный минимум, обновили вот это значение, а затем уже с этих уровней, ну, собственно, обновили максимум. То есть вот вероятность изменения тренда в этом случае выйдет гораздо выше. Тут мы, собственно, в рамках часового таймфрейма могли видеть ту ситуацию, когда цена, ну, действительно закрывается выше локальных максимумов. Но сигнал был, ну, во-первых, он против основного тренда, да, то есть это важно помнить. И вот такая ситуация, при которой цена обновляет максимум, но не было захода вниз, да, то есть не было завершения коррекции, он всегда должен наводить на мысли о том, что тенденция может, собственно, ну, то есть это может быть ложный пробой, да, вот такие мысли должны быть. И вот та ситуация, которая появляется сейчас, да, вот, ну, практически вот то, что мы видим сейчас, да, вот на текущий момент, у нас есть минимальное значение за день, за пятницу. И вот как раз закрепление за этим уровнем, да, то есть полностью пробитие, пока мы видим, что это значение еще не пробито, да, то есть пока еще ни одна свеча не закрыла, не открыла за этим уровнем. И вот как раз пробитие этого уровня здесь будет более значимым, и более информативным для нас, для того, чтобы присоединиться, опять же, в сторону тренда нисходящего, да, то есть ближайшей целью сначала 108, затем уже 107, 106 и так далее, да, по нисходящей. Соответственно, вот ближайший уровень стоп-лосс тут мы можем поставить за локальный максимум, но, безусловно, сейчас нужно дождаться, вот для того, чтобы это была сформированная модель для присоединения на продажу, в рамках часового таймфрейма, опять же, нужно дождаться закрепления, то есть чтобы одна свеча, да, по крайней мере, одна часовая свеча и открылась, и закрылась за уровнем, да, тогда это будет более значимо. И вот как раз по паре американский доллар и японская иена, это та ситуация, которая может появиться в ближайшие несколько дней, поэтому и на ней тоже стоит, ну, на мой взгляд, интересно акцентировать внимание, потому что потенциал также падения может быть довольно-таки большой, да, по данному движению, а вот как раз те попытки роста, которые были, они, ну, мы видим, что успехом не увенчались, и, собственно, сейчас будем отслеживать закрепление ниже минимальных значений, которые мы видели в пятницу, это отметка 109-104. Борис задает вопрос, это индикатор, который стоит внизу, да, вот это, это индикатор спреда, да, то есть спред, он, как правило, расширяется в новостях, но здесь он записывает, собственно, значение спреда, да, то есть тут просто индикатор фиксирует, какой спред был в какое время, ну, собственно, по этому инструменту, и вот сейчас там по паре американский доллар и японская иена спред 1,5 пунктов, да, 1,5, 1,4, он, собственно, постоянно меняется. Так вот, резюмируя пару американский доллар и японская иена, здесь важно вот дождаться именно закрытия, ну, то есть если это произойдет, пробитие закрепления за этим уровнем уже может послужить интересной точкой для присоединения на продажу по данному инструменту и ближайший разворотный уровень или уровень, за который будет иметь смысл поставить стоп-лосс, это максимальное значение 25 августа, то есть тот же максимум, который был в пятницу, то есть 109,87. По канадцу, да, ну, вот по канадцу, здесь ситуация, наверное, не столь интересна, да, собственно, ну, вот как мы пробили минимальное значение, которое у нас было 11 августа, да, закрепились, вот здесь как раз ретест он был, да, то есть при входе отложенными ордерами здесь можно было присоединяться, ну, собственно, рынок нас, рынок поддавал такую возможность и дальше тенденция, собственно, идет, опять же, нисходящая, да, вот я могу отметить каждый максимум за эти дни, да, которые были, собственно, ничего не меняется, да, то есть тенденция, как началась в середине августа, нисходящая, да, в рамках часового таймфра, ну, точнее, вот эта коррекция, то есть мы ждали завершения коррекции, которая была, потому что основная, тенденция по, также по канадцу идет нисходящая, и вот как раз завершение вот этой коррекции, которая была, которая была и является интересной точкой для присоединения на продажу уже по данному активу. Поэтому сейчас, да, если вы находитесь в продажах, то ближайший уровень стоп-лосс пока находится на максимальных значениях, которые были 25 августа, в пятницу это отметка 1.2541. То есть, иными словами, если цена уйдет выше этих уровней, закрепится за ними, то тогда второй заход уже на второй этап коррекции, ну, это будет уже, да, второй этап коррекции, можно будет, ну, собственно, выйти из продаж, да, на какое-то время, а вот уже когда коррекция восходящая завершится, присоединяться вновь на продажу по данному активу. Далее. Пара евро-фунт. Здесь тоже ничего интересного нет, да, то есть, собственно, ничего не меняется уже довольно-таки давно, как мы росли, так и растем. Единственное, что, ну, вот, опять же, да, к целям, да, то есть, ну, был такой вопрос, поэтому я буду, вот здесь я тоже просто вижу, ну, такую ситуацию. То есть, вот смотрите, да, перемещая стоп-лосс, у нас был, фактически, вот, уровень коррекции был, ну, вот, где у меня обозначена красная линия на текущий момент, и на следующий день, вот, если бы мы не увидели вот обновление локального этого максимума, да, то есть, ну, мы его увидели, да, то есть, если бы цена оставалась торговаться в этом диапазоне, то стоп-лоссу имел место оставаться именно здесь, да, но так как мы увидели уже следующий импульс выше, то вот этот разворотный уровень, он, ну, фактически перемещается чуть ближе, опять же, за ценой, да, то есть, уже наверх. Соответственно, за отметку 0.9194. Далее уже, вот, опять же, у нас был локальный максимум, и вот для того, чтобы нам переместить стоп-лосс за минимальные значения, которые будут еще сформированы сегодня, нам, опять же, нужно увидеть следующий импульс, да, то есть, чтобы цена закрепилась уже, ну, по крайней мере, обновила 92.67, то есть, те максимальные значения, которые были в пятницу, и вот тогда мы сможем его, опять же, переместить чуть ближе уже за ценой, да, по, ну, по паре еврофонд, ну, в принципе, это актуально также по всем инструментам. Вот примерно та же самая картина по золоту, да, коррекция, да, то есть, те коррекционные уровни, которые у нас были. В рамках, опять же, часа, да, вот последние импульсы, которые у нас формируются, ну, здесь больше уже такие импульсы среднесрочные. То есть, до тех пор, пока цена, вот, не ушла выше вот этого максимального значения, которое было, да, то есть, следующий импульс, стоп-лосс, опять же, среднесрочный, имело место оставаться, оставлять его по тем минимальным уровням, которые были в середине августа, да, а вот уже после того, как мы увидели следующий импульс, то есть, цена обновила максимальное значение, которое было 18 августа, да, произошло это сегодня, собственно, то вот уже тогда мы уровень стоп-лосс можем перемещать за минимальное значение дня. То есть, таким образом и сопровождать сделку. По золоту, собственно, тенденция на укрепление продолжается, преодолеваем максимальное значение, которое не могли преодолеть довольно-таки долго, отметка 1294 доллара за тройскую унцу, и, собственно, следующие цели, это рост уже, давайте сделаю зеленым, цели мы обозначаем зеленым цветом, а уже рост в область 1365 долларов за тройскую унцу, то есть, тенденция на укрепление здесь сохраняется. По нефтемарке Brent, вот тут уже чуть более интересно, да, опять же, то есть, ну, по золоту, да, понятно, что мы видим, что тенденция идет на укрепление, еще раз, вот, ну, самые интересные ситуации были в тот момент, как раз, когда завершалась вот эта коррекция, в середине июля, и, собственно, вот с этих уровней, опять, там, отметкой 1200, уже, там, порядка 100 долларов мы подорожали, да, за, по золоту. Сейчас, то есть, мы можем присоединяться по тренду, но я напомню, что чем дольше тренд идет, тем, ну, менее, меньше движений будут. Ну, по крайней мере, по золоту здесь является интересным тот факт, это как раз закрепление за вот этим, вот за этой областью, там, 1300 долларов за тройскую унцию, потому что пробитие уровня, да, и коррекция, опять же, к этому уровню уже позволит дать возможность следующему импульсу на рост, на продолжение тренда, поэтому по золоту здесь уже присоединяться лучше не, когда цена подходит, да, вот она бьется в уровень, а когда она пробивает, закрепляется, вот тогда уже это будет более интересно, да, с точки зрения присоединения, ну, практически по любому инструменту. Так вот, по нефтемарке Brent, да, нефтемарке Brent мы рассматриваем. Основная тенденция идет на снижение по данному активу, и сейчас мы, собственно, видим уже вот попытки пробития, ну, то есть вот те ситуации, из которых у нас может пойти уже вновь продажа по данному инструменту, это пробитие минимальных значений, которые были в пятницу, да, и закрепление за ними. Опять же, вот более надежного этот сигнал, если переходить там от более крупного к более мелкому, это будет, ну, вот те минимальные значения, с которых был последний импульс, да, но мы, опять же, можем войти там с чуть меньшим риском, вот уже после этого пробития. То есть это первый сигнал, дальше уже пойдет, может пойти сначала этот уровень, потом этот уровень, дальше пойдем по нисходящей, а может и вернемся к покупкам по нефти. Поэтому давайте сейчас еще раз я покажу такое приложение, да, которое называется MetaTrader 4 Supreme Edition, для тех, кто его еще себе не установил, как раз вот те дополнительные функции, которые позволяют улучшить стандартный MetaTrader. Сейчас я приложу ссылку в чат и с помощью одного как раз из таких инструментов мы рассчитаем сделку по нефти, да, то есть инструменты бывают очень разные и по всем разным, к примеру, объем, да, который можно открыть, ну, по нефти это, к примеру, одна десятая лота и не всегда удобно сориентироваться. Вот как раз такая вещь, которая называется Admiral, находится она в разделе советники, называется Admiral Mini Terminal, и в нем есть очень полезная функция, которая позволяет рассчитывать риск, да, вот давайте у нас есть, ну, фактически пробитие этого дня, да, то есть уровень стоп-лосс мы можем разместить на максимальных значениях, которые мы видели в пятницу по данным уровням, и давайте рассчитаем, к примеру, эту сделку, да, то есть у нас порядка 115 пунктов до потенциального стоп-лосса. Соответственно, для того, чтобы рассчитать, да, вот запустить калькулятор риска, нам нужно, вот мы наводим курсор на раздел лоты, да, и нажимаем левую кнопку мыши, и удерживаем, ну, удерживаем сначала кнопку control, да, и нажимаем левую кнопку мыши. У нас появляется вот такое меню, да, которое у нас система спрашивает, какое количество у нас будет стоп-лосс, да, и просит нас указать, просит нас указать объем в деньгах, да, то есть если мы, к примеру, берем депозит одна сотая лота, да, прошу прощения, берем депозит примерно 10 тысяч долларов и рискуем одним процентом, да, то есть одним процентом от депозита, то это 100 долларов. Вот здесь система нам показывает, что риск в этом случае у нас будет, то есть тот объем, которым нам нужно открыть эту сделку, 0,8, да, нажимаем установить лоты, выбираем, здесь у нас уже все, соответственно, проставилось, то есть мы, если входим в эту сделку, да, с этими параметрами, то есть вот нажимаем продать, то в этом случае мы не потеряем больше, чем мы можем себе позволить, то есть вот эта система позволяет очень быстро рассчитать тот риск, да, который у нас может быть на эту сделку, то есть вот мы буквально несколько движений сделали и выбрали тот объем, который по нефти марки Brent разумно использовать, ну, а далее уже мы смотрим тот потенциал, да, падения, который у нас может быть, то есть мы получаем соотношение, что в этой сделке мы рискуем, там, 92-мя долларами, а заработать можем 539, то есть, ну, довольно-таки интересное соотношение, поэтому по нефти, а также, ну, вот ситуация падения может быть крайне интересной. Поэтому для тех, кто еще не поставил MetaTrader 4 Supreme Edition, вот по ссылке рекомендую это сделать, если у вас не получится самостоятельно разобраться, обратитесь к вашему менеджеру и обязательно получите консультацию, помощь по тому, как это можно будет сделать. Практически та же самая ситуация по индексу DAX, да, вот мы сейчас видим сегодня уже закрепление ниже минимальных значений, которые были на прошлой неделе, это отметка 12143, поэтому сейчас приоритет также будет вновь продажам по данным инструментам, но если мы посмотрим дневной таймфрейм, да, то есть тенденция идет на ослабление по индексу DAX, поэтому тенденция на ослабление сохраняется, и сегодня мы получили на то подтверждение, то есть вот цена ушла ниже отметки 12146, и, собственно, тенденцию на ослабление вновь мы видим. Ближайшие цели это падение в область 11900, ну, и далее уже по нисходящей. Возврат к покупкам может произойти тогда, когда цена уйдет уже за максимальное значение, которое мы видели на прошлой неделе, это область 12271. Ну, и вот тоже небольшая, да, сразу же, да, скорректирую. Коллеги, вот смотрите, по уровню стоп-лосс, да, здесь вот та отметка, которая у нас стоит с зеленым цветом, да, ее как раз и, ну, целесообразно использовать за установку, то есть то, практически, максимальное значение, которое у нас было, да, и до следующего импульса, то есть вот пока цена дальше вот не уйдет вот ниже этих минимумов, которые у нас были, фактически у нас, вот, минимальное значение, которое у нас потом появилось, это 21 августа, то есть фактически нам для того, чтобы уже переместить сюда, да, вот за эту область, нам нужно увидеть следующий импульс, после которого цена уйдет за минимальное значение, да, поэтому по нефти, да, вот именно по конкретно данной ситуации, целесообразно стоп-лосс располагать вот именно за этим уровнем, то есть это значение будет более значимым на текущий момент, да, вот небольшая оговорка, да, по новозеландцу, ну, здесь тоже ситуация, она довольно-таки похожа, не будем сдаваться полностью в детали, у нас уже практически час 15, да, мы с вами обсуждаем рынок, ну, вот я сориентирую на ключевых моментах, да, ну, по новозеландцу к доллару, также мы видели это пробитие, то есть цена закрепилась выше максимальное значение, которое мы видели 24 августа, и вот, собственно, с этих уровней также может уже пойти, то есть восходящее, и я напомню, что основной тренд, да, основное направление пока остается именно на укрепление новозеландца против американского доллара. Итак, коллеги, готов ответить на ваши вопросы, пожалуйста, напишите в чат те вопросы, которые у вас появились, ну, а пока, пользуясь случаем, то есть пока у нас все здесь присутствуют, компания Admiral Markets совместно с одним из аналитических порталов, чуть-чуть позже вы тоже о нем узнаете, мы запускаем серию вебинаров, на котором будем рассказывать уже непосредственно о торговых стратегиях, да, вот это будет пока 5 вебинаров каждые 2 недели, я приложил ссылку на раздел вебинаров, в пятницу пройдет первый вебинар из этой серии, на котором мы будем говорить о 5 торговых стратегиях, используем японских свечей, да, затем будут вебинары, которые посвящены индикаторам, осцилляторам, фигурам графического анализа, то есть здесь уже моя коллега Кира, да, у нас девушек давно не было, которые проводили вебинары, но вот сейчас будем разбавлять непосредственно, ну, так получается, да, что будем разбавлять проведение вебинаров, то есть спикеры будут, будет девушка Кира, трейдер, у которой опыт уже более 8 лет торговли, и она как раз будет рассказывать уже о торговых стратегиях, поэтому всех вас приглашаю на этот вебинар, первый состоится в среду в 19.00 по Москве, вот зарегистрироваться вы можете на него по ссылке. И напоминаю, что YouTube канал, то есть это тот ресурс, да, тот источник, на котором вы всегда можете получать, во-первых, находить видео записи вебинаров, получать обновления по видеоаналитике, в том числе аналитика по фундаментальному анализу, который записывает Фредерик, мой коллега, на этот канал уже добавлено, поэтому вы можете посмотреть информацию о важных событиях с точки зрения фундаментального анализа, которые будут на неделе уже предстоящей, да, то есть, ну, на этой неделе. Михаил, индикатор символа. Не совсем понял я ваш вопрос, да, если это вопрос, то, пожалуйста, чуть более подробно напишите, и я на него, собственно, постараюсь ответить. Угу. Ко всем тогда остальным участникам просьба, если, да, Михаилу это будет вопрос, то, пожалуйста, напишите, если у остальных участников, да, нашего вебинара вопросов пока нет, то, пожалуйста, напишите, к примеру, плюсик, да, поставьте плюсик в чат, и я, ну, собственно, буду понимать, что пока вопросы на текущий момент закончились, и буду рад их получить от вас уже на почту. А, Михаил, индикатор символа, да. Да, сейчас, одну минуту. По индикатору символа, да, 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 сейчас я буквально две минуты просто открою это письмо, ну, проходит довольно-таки много рассылок, и не все всегда. А, индикатор, да, по данному индикатору, давайте сейчас посмотрим. Вот я, честно говоря, не все индикаторы, да, то есть, ну, даже не было возможности изучить все инструменты, которые есть. Этот индикатор я изучал, но довольно-таки давно к нему уже не возвращался. Итак, давайте сейчас я еще раз перейду в MetaTrader. Да, 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 сейчас перейду в MetaTrader и покажу вам этот индикатор, да, то есть, как он работает. Каги, поставьте, пожалуйста, плюс, да, если у вас появился MetaTrader сейчас. Отлично. Смотрите, вот этот индикатор, он также входит в набор MetaTrader 4 Supreme Edition и он уже идет в разделе индикаторы. Здесь есть такой инструмент, как символ Info, да, информация по символу. Входные параметры мы рассматривать не будем. Единственное, что здесь нужно указать, например, тот инструмент, который вы хотите смотреть, потому что вот по умолчанию, да, у меня пара новозеландец к американскому доллару, а здесь была написана пара евро-доллар. Соответственно, нам, чтобы увидеть по новозеландцу, мы прописываем полностью вот название этого инструмента, точно так же, как он у нас идет в спецификациях. И нажимаем, можем здесь настроить, к примеру, по тому временному промежутку, за который брать, то есть там час, день, по-моему, у нас стоит день. Здесь уже зависит от тех целей, да, которые появляются в зависимости от метода торговли, да. Ну и, собственно, вот сейчас мы видим ситуации какие, да, то есть у нас здесь есть несколько таймфреймов, то есть там минута, пять, пятнадцатым, тридцать, час, четыре, день, неделя. Собственно, и есть разные инструменты. Это простая, сказать, средняя, MACD, Parabolic, CCI и АО, да, несколько индикаторов, то есть с одной стороны индикаторы, с другой стороны время. Так вот, собственно, когда мы видим основную массу синих, да, зон, то у нас идут покупки, красных идут продажи. Ну вот, для, к примеру, сравнения, да, то есть по той же паре американский доллар и японская иена, если мы добавим сюда также этот индикатор, записываем. Ну, то есть он показывает соотношение именно к дню, да, то есть вот процент изменений он показывает к предыдущему дню. То есть вот можно поставить чуть более мелкий таймфрейм, в зависимости, опять же, от той, того способа торговли, который вы используете. И вот, собственно, здесь, что мы появляем. Здесь по отношению к предыдущему дню у нас идет снижение, да, то есть все практические элементы, да, все элементы идут в красном, да, то есть все индикаторы, скользящее среднее, MACD, АО, Parabolic SAR показывает нам тенденцию нисходящую. То есть, ну, собственно, это подтверждает нас, ну, дает такую сводную статистику о том, что сейчас в рамках текущей тенденции по паре американской доллара и японская иена предлагает нисходящее движение. Ну, вот таким образом его можно использовать. Я думаю, что мы поступим следующим образом, то есть это, конечно, хорошо, да, что я вам его показал, да, то есть тут красным, тут синим, все наглядно, все видно. Я думаю, что мы в ближайшее время подготовим, в том числе и по этому инструменту, отдельное описание торговой стратегии, где его, ну, целесообразно применять, да, потому что, ну, просто окрашивать график там в красный-синий, ну, большого смысла нет. То есть мы и так видим, что, на самом деле, идет нисходящее. А вот использовать его в совокупности с торговой системой уже будет более интересно. Поэтому спасибо, что вы акцентировали внимание на этом вопросе, да. Точно так же, как мы делали по индикатору Pivot Points, мы подготовим вот именно описание того, как его, вот этот инструмент можно использовать в торговле, да, то есть какие у него, как выбирать период, да, на что это будет влиять и какую информацию туда необходимо использовать в первую очередь, да, вот именно, чтобы это было применимо в торговле. Хорошо, коллеги, тогда на сегодня будем заканчивать. Всем спасибо за участие, да, спасибо за вопросы, которые вы присылали, за вашу активность на наших вебинарах. И увидимся уже на следующих вебинарах, увидимся уже осенью, да, как бы это грустно не звучало, но тем не менее. Поэтому всем желаю хорошей торговой недели, успешной торговой недели и уже до следующих встреч. Всем спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok